Всю ночь концерт под открытым небом и катание с ледяной горки. Сотни горожан встретили Новый год не за столом, а на центральной площади Владивостока. А в первый день Нового года всех, кто выспался и хотел сбросить наетые новогодние килограммы, пригласили на забег по-домашнему. Около двухсот человек в карнавальных костюмах вышли на центральную площадь Владивостока и пробежали дистанцию в один километр. Вперед, вперед, вперед! По-своему, Новый год отметили владивостокские дайверы. Весь праздник прошел у них под водой. Туда они спустили елку, стол, скамейки и даже русский самовар. Угощались подводники конфетами, фруктами и шампанским. А на макушке их елки красовалась морская звезда. Между новогодними праздниками перерыв небольшой, и перед Рождеством около центральной площади города развернулась ярмарка. Обычно в праздничные дни их не проводят, потому как тесно в одном месте и продуктам, и новогодним атрибутам. В этот раз базар поделили на две части. Первую перенесли на парковку около краевой администрации, вторую – на привокзальную площадь. Можно сказать, что январская ярмарка во Владивостоке – это премьера 2017 года. И вдобавок рождественский подарок жителям Приморской столицы от администрации города. То, что ярмарки делаются, это замечательно, потому что у нас реализация только на ярмарках идет. Это одни плюсы всем – и покупателям, и продавцам. Пришли на елочку полюбоваться и зашли на ярмарку. Побольше вот таких. У нас, например, на молодежной так нету. Ездим или на вторую речку, или вот сюда в город. В ночь на Рождество в Покровском кафедральном соборе провели особые богослужения. Традиционно их начинают незадолго до полуночи, а завершают с рассветом. Несмотря на то, что в течение нескольких часов нужно стоять, в соборе было немало людей. Многие приходили с детьми. А днем 7 января Рождество отметили и на Центральной площади Владивостока. Жители Приморской столицы смотрели праздничный концерт и слушали поздравления от священнослужителей. 7 января начались рождественские святки. Они продлятся 12 дней до крещения. В эти дни люди устраивают калятки и гадают. А также готовятся к празднованию Старого Нового года, который отмечают 13 января. Ирина Мокрецова, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.